Более 17 миллиметров осадков за сутки. В городе, на севере области, снега выпало порядка 25 миллиметров. Предыдущий рекорд, который продержался почти 60 лет, перекрыт втрое. Разумеется, такой обильный снегопад не мог пройти без последствий. Слово Дмитрию Куканусу. Делиться в социальных сетях красивыми видами обновленного пейзажа мечи начали с раннего утра. Снег, шедший всю ночь и укрывший деревья, на которых еще не облетела листва, действительно радовал глаз. Но через несколько часов радость у некоторых прошла. Под лучами солнца и без того тяжелый снег кое-где ломал деревья. Так, во дворе дома 18 на улице Сергея Лозо, упавшими ветками завалило стоявшую на парковке машину. К приезду съемочной группы коммунальные службы уже устраняли потенциальную угрозу для жителей. Хотя решение о сносе аварийных деревьев приняли еще в сентябре 2015-го и на выполнение работы отвели целый год, срок все равно не уложились. Никому до этого дела нет просто. А мы беспокоимся о нашей безопасности. И ничего добиться не можем. В итоге вот сегодня наконец-то к нам соизволили приехать. И то полностью наши деревья не собираются спиливать. Еще одна группа риска – жители домов, попавших в программу капитального ремонта. По адресу Волочаевская, 15А, менять кровлю из-за поздно объявленного конкурса начали в сентябре. Думали управиться до снега, вот только кто же знал, что первый выпадет уже в начале октября. Впрочем, владельцам квартир на верхних этажах этого дома еще повезло. Стало затопливать 17-ю квартиру, они быстренько рабочие на дне накрыли. Пленка не протекает. Для жителей первого микрорайона на левом берегу последствия ночного снегопада стали несколько неожиданными. Проезды во дворах затопило. Впрочем, местное море Ватутино появляется здесь всякий раз, даже после незначительных осадков. Кто-то считает, что это из-за построенного по соседству дома, слои которого нарушили ход грунтовых вод. Кто-то обвиняет коммунальщиков в том, что они не чистят ливневку. А вместо этого пригоняют осенизаторские машины и просто откачивают воду. К слову, за время съемки было сделано более пяти рейсов, но уровень воды остался прежним. Исправить ситуацию поможет ливневая канализация. Но ее возведение под большим вопросом. Только лишь в 17-м году, возможно, заложат деньги на 17-й год. Это пришел мне последний ответ от Фролова. Дождь со снегом ожидается и в эти выходные. Такая же погода, к слову, сохранится и до середины октября. Дмитрий Куканец, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.